Ничто не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренно-мудрие. Когда то есть мы бываем скромные, смиренные и никогда нисколько не мечтаем о себе, зная это и Христос, когда приступил к проповеди своего учения, начал совещание к смиренно-мудрию и, отвергший уста, прежде постановил этот закон сими словами «Блаженны нищие духом». Кто намеревается строить большой и великолепный дом, тот полагает и основание соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая впоследствии будет лежать на нем. Так и Христос, начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрия, наперед полагает уещание к смиренно-мудрию, как твердое и непоколебимое основание. Первую и нижнюю часть здания, зная, что когда этот добродетель коренится в сердцах слушателей, то и все прочие добродетели могут уже безопасно созидаться. Посему, когда нет в человеке этой добродетели, тогда она напрасна, тогда он напрасно и без пользы будет трудиться, хотя и совершит все прочие добродетели. Как человек, построивший дом на песке, хотя и много трудился, но не получил пользы, потому что не положил прочного основания, так сколько бы кто не совершил добрый дел без смиренно-мудрия, погубит и испортит все. А смиренно-мудрие, разумея, не то, что на словах и на языке, а то, что в сердце, от души, в совести, что видел, что видеть может один Бог. Это добродетель одна и сама по себе достаточно к умилостивлению Бога, что и доказал мытарь. Не имея ничего доброго, он не мог похвалиться добрыми делами, но сказал, «Будь милостив мне, грешнику», и вышел праведнее фарисея. Между тем, это были слова еще не смиренно-мудрия, но искреннего сознания. Смиренно-мудрие состоит в том, когда человек, признавая в себе великие совершенства, нисколько не мечтает о себе, а сознание в том, когда человек, будучи грешником, сам исповедует это. Если же не сознавший в себе ничего доброго, исповедав то, чем он был, так преклонил Бога на милость, то каким дерзновением будут пользоваться те, которые могли бы указать на множество своих добродетелей, скрывая, однако же, все оные и ставя себе в числе последних. Так сделал и Павел. Будучи первым из всех праведников, он называл себя первым из грешников. И не только называл себя так, но и был убежден в этом, узнав от учителя, что и сделавши все повеленное, мы должны называть себя рабами, ничего не стоящими. Вот в чем состоит смиренно-мудрие. Подражайте Павлу вы, у которых есть добрые дела, а мы-то ревы, которые обременены грехами. Будем признавать себя такими, каковы мы на самом деле. Будем ударять в грудь и заставлять душу свою не мечтать о себе. Если мы будем в таком расположении, то оно послужит у нас достаточным приношением и жертвою, как и Давид сказал. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Не сказал только смиренно, но и сокрушенно. А сокрушенное переломлено и уже не может, хоть и захочет подняться вверх. Так и мы не только смирим нашу душу, но и сокрушим. А она сокрушается, когда постоянно помним о своих грехах. Когда так смирим ее, она, если и захочет, не будет в состоянии подняться до гордости. Потому что совесть, подобно узде, будет удерживать ее от надмения. Будем укращать и умерять во всем. Таким образом, возможно, мы обрести благодатью Бога. Серахов 3.18 Сколько ты велик, столько смиряйся и найдешь благодатью Господа. А кто обрел благодатью Бога, тот не почувствует никакой неприятности. Но может и здесь, с Божьей помощью, легко перенести все несчастья и избегнуть уготованных там грешникам наказаний. Потому что благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всем содействовать к добру. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова